В 1997 году на борту скоростного поезда Шинкансен, следовавшего из Ногои в Токио, оживленно беседовали два пассажира первого класса. Один из них увлеченно рисовал что-то на подвернувшемся подругу конверте, второй сдержанно кивал и задавал вопросы. Этот рисунок стал отправной точкой в деле возрождения марки Бугатти и появления Вейрона. Динозавр уходящей эпохи ДВС появится через 8 лет, принеся славу и немыслимые рекорды скорости. Людьми в поезде были Фердинанд Пих, глава Фольксвагена и его начальник департамента силовых установок Карл Хайнс Нойман. Пих, носящий имя Фердинанд по праву родства с тем самым Порше, был не только топ-менеджером, но и талантливым инженером-мотористом. Это он построил В12 для Порше 917, победившего в Лимане после почти пятидесятилетней паузы. Теперь он задумал нечто большее. На бумажном конверте был эскиз самого мощного мотора в истории, который его собеседнику предстояло построить. Совершенно не новичок Нойман был слегка ошарашен. И было отчего. Он пересчитал цилиндры еще раз, все точно, в 18. Годом спустя на радарах людей из совета директоров Фольксвагена появилась находившаяся в глубоком кризисе Бугатти. Компания, когда-то строившая исключительные машины, повесила замок на воротах завода еще в 95-м. А ее последняя разработка EB110, несмотря на выдающиеся технические параметры, вчистую проигрывало сражение на полях маркетинга. Это было подходящее имя для гиперкара столетия. Для реализации замысла великого и ужасного Фердинанда Пиха, Фольксваген купил Бугатти и построил новое сборочное производство аккуратно на том же месте во французском Эльзасе, где собирал свои машины основатель марки Сеньор Эдторио. На первой стадии все развивалось молниеносно. Между замыслом и появлением первого прототипа под крышей Фолькса не прошло и двух лет. Дизайном EB118 занимался Джуджаро и его ателье. А мотор? Прототип был по сути не ходовой, хотя в нем уже стоял 18-цилиндровый монстр, выдававший 555 коней. Мотор был атмосферным, запомните этот момент, и был собран из трех шестицилиндровок. Каждая секция находилась под углом 60 градусов по отношению к соседней. Первенца возрожденной Бугатти можно было завести и даже проехать перед объективами, но эксплуатировать каждый день с этим наметились серьезные проблемы. Здесь надо сказать, что 18-цилиндровая архитектура силового агрегата вещь исключительно редкая. Настолько редкая, что в мире нет и не было ни одного агрегата, дошедшего до серийного производства в автомобилестроении. В авиации – пожалуйста, хотя не часто. Виной всему огромная теплоотдача таких моторов. И если в режиме полета это тепло хоть как-то можно отвести, то под капотом на земле не выходило ни у кого, несмотря на все ухищрения. И тогда Нойман изменил концепцию. После долгих и нервных разговоров с боссом, ему удалось убедить пиха в том, что минус два горшка и плюс четыре турбины дадут большую мощность, а также меньший вес и размеры. Неверящий в турбопих долго стоял на своем и убедить его удалось благодаря любопытному аргументу. Помните упоминавшийся в начале Порше 917 и его победу в Лимане. Гордившийся своим детищем шеф Фольксвагена знал, что благодаря его мотору та машина винтила на лимановской прямой 406 км в час. Нойман сказал, что расчеты для нового мотора и подготовленного прототипа показывают 407. Магия этого числа, возможность перезайти самого себя и стали основанием для рощерка пера под новой технической спецификацией. 16 цилиндров, 4 турбины, 1000 лошадей, полный привод 2,5 секунды до сотни. Вейрон начал обретать очертания. Но пройдет еще долгих 5 лет, пока Нойман доведет силовой агрегат до ума и Вейрон пойдет в серию. Не просто на стендах автомобильных шоу, но на дорогах общего пользования мир увидит машину, способную двигаться быстрее Формулы-1, при этом не меняя колеса каждые 100 км пути. В ней будет дорогая кожа, климат-контроль, аудиосистема и 100 литровый бак, который Вейрон может опустошить за 12 минут. Смешно, но факт. В процессе оценки аэродинамической эффективности нового гиперкара, Volkswagen обратился к одной из формульных команд для аренды ее трубы. Формулисты ответили, сори, но мы не ездим на таких скоростях. Наше оборудование вам просто не подойдет. Нойман не обманул шефа. Под натиском Вейрона пало множество рекордов скорости. Хотя вряд ли это делает гиперкар от Volkswagen столь заметным среди множества конкурирующих имен. Дело в том, что Вейрон способен и имеет право ездить по дорогам общего пользования, чего другим не дозволено в силу несоответствий требованиям безопасности. Вейрон выпускали и продавали сотнями, а другие гиперы единицами. Разогнавшись с утра на закрытом треке за четыре сотни км, вечером вы на нем же поедете в оперу. Вейрон с его культовой тысячей лошадей мощности дышит в темпе 60 тысяч литров воздуха в минуту и прокачивает 800 литров охлаждающей жидкости за это же время. На его борту 10 радиаторов. Шины разработанной Michelin имеют технологию RunFlat и стоят 42 тысячи долларов за комплект. Базовое техобслуживание обойдется вам в 25 тысяч. А если вы ухитритесь поломать подрулевой выключатель из магниевого сплава, раскошелитесь на 9 штук. После таких цифр цена продажи автомобиля, колыхающаяся в зависимости от версии от 1,5 до 2 миллионов евро, уже не бьет так сильно по мозгам, согласитесь. Бьет другое. Производство каждого Вейрона обходилось Вольсвагену в 5 миллионов. Итого примерно 2 миллиарда евро убытков за время выпуска. Так для чего они идут дальше, строя еще более навернутый Широн, а за ним новейшая Дива и Чентодиечи? Это демонстрация возможностей крупнейшего мирового автопроизводителя. Сеньор Этторио Бугатти мог бы ими гордиться. Жаль, что с дизелями как-то неловко получилось. Продолжение следует...